Вот, внучок, раз ты задал такой вопрос, я тебе отвечаю. Это черешня, это самые невиданные ягоды в Сибири. Вот, насчет можно ли кушать, давай глядеть. Первое, их едят птицы. Птицы? Птицы, да, смотрим. Вон, видишь? Видишь? Значит, поспело. Значит, кушать можно, так? Вот. Но, давай-давай, бери-бери, пусть завидуют те, кто не то, что их не ест, даже не пытается их вырастить в Сибири. Обратно-то уже не втыкай, давай, ешь, бери, пробуй. Мне интересна твоя реакция, она поспела. Почему? Там, где ты видишь следы укуса птиц, они едят только спелую. Так, ну как, кушать можно? Можно. Можно, дай-дай ее. Ну вот, сегодня я знакомлю весь братский наш народ, так хотел сказать советский, вот, с будущим авторитетным садоводом. Откуда вот так считаю? Почему такие навыки? Почему Тимофей? Я даже загадал, что он возьмет мою фамилию. Ага. Когда я, ага, ты сам сказал, ага. Учти, это будет семейные хроники, и в интернет попадет. Так вот, знакомлюсь с Тимофеем. С трех лет поливает со мной, копает со мной, барнует. Вот. Откуда у него такое странное желание, я сам понять не могу. Не понимаю. Но вот сейчас первая награда. Мы с ним работаем в саду уже два года. Сейчас ему четыре, начало пятого года. И первая награда. Это мы с ним растили. Вот. Вкусная. Вкусная? Вот, видишь. Этот ребенок вам не из рекламы. Этот ребенок говорит то, что думает. Итак, Тимоша, что у тебя в руках? У тебя в руках очень удобная штучка, в которую мы будем складывать ягоды. Итак, и учти, мы с тобой заготолим ягоды не на еду. Не на еду. Я тебе говорю и тем, кто нас слушает. А на заготовку косточек. Так вот, на заготовку косточек, то, что ты берешь в рот сейчас, не годится. Не годится? Не годится. А почему не годится? Объясняю, почему. Дело в том, что плод должен быть перезрелый. И тут вступают в силу законы природы. Птицы наши главные соперники. Вот, показываю тебе и всем шелковицу. Вот она, шелковица. Вон они, плоды. Вон они, вон они. Они еще зеленые, плохо видно, но специалисты разглядят, что это настоящая шелковица. А вы знаете, что я вообще не ем? Как я и люблю с детства, Анну. Птицам все достается. Все полностью. Вот. И я перестал шелковицу заниматься. Я так и не наелся. Черешни за 31 год я наелся только впервые в прошлом году. Позади путь, который должен продолжить вот этот молодой человек. Удивительное создание. Вот. И я, друзья мои, вынужден вам сказать следующее. Я читал, что в некоторых странах до 18 лет, если ребенок возьмет руки, лопату или, не дай бог, шланки, еще что-то, родители могут чуть ли не в тюрьму угодить. Вот. Мое мнение, вот так рождаются гены у ребенка. Сколько я себя помню, родители были военными, отец военный. И давали, где бы мы ни жили в военных городках, везде давали клочок земли. На этих клочках земли мы выращивали морковку, вот. Мы выращивали свеклу, мы выращивали капусту, мы выращивали лук, чеснок. И вот с такого возраста я в этом всегда участвовал. И даже в перекопке земли, и даже в сборе той же картошки. Так, теперь, Тимош, смотри сюда. Давай встанем и покажем ту черешу, которую мы должны уже показать, как черешня нужная для того, чтобы ее заготовить черенки. Не для еды. Не для еды. Давай вставай, я тебе помогу. Иди сюда. Вставай на лавочку. Вот так. Ну, держись, если свалишься, значит, ты не верхолаз. Смотри. Я тебя специально наклоняю. Ты держишься? Смотри сюда. Смотри вот на эту красоту. Вот сюда, сюда, сюда. Тимош, вот сюда. Обернись. Эй, жалко, не сможешь. Ладно, слезай, я тебя опущу вниз, пониже. Смотри. Вот, видишь? Видишь, как объели птицы? Видишь? Да. Что они сделали? Они сделали дегустацию. Значит, все, что они едят, а вон уже голая косточка торчит. А погоди день-два, и тут вообще этой красоты не будет. Так ведь? Да. Значит, что мы должны делать? Мы должны собрать те, которые они уже продегустировали, с них вынуть косточки, помыть, высушить и так далее. А те, которые почти, которые завтра склюют, мы их тоже соберем и до заревания. Понял? Тебя спрашиваю. Громче, ну ладно. И так, запомнил, да? Ну что, будем собирать? Кто будет собирать? Я! Давай. 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 Ну, это, смотри сюда, вот. Вот сюда смотри, собирай вот эти. А я хочу вот эти. Ну, хорошо, тебе просто удобнее, да? Тогда, а как будет дед собирать? У него руки заняты. Ну, ладно. Давай так. Дед будет собирать те, которые только на косточке, которые будут даже, это, созревшие, перезревшие. Вот. И те, которые хоть маленечко сомнения будут в том, что они не созревшие, они будут дозревать в тепле. Так надо. Почему? Потому что оставлять дальше нельзя. Их съедят птицы. Вот сейчас смотрим сюда. Они созревшие, да? Хотя могут казаться немножко недозревшие. Почему? Они не сильно, не настоящие красные. Вот. Это же черешня Боднера. Вот чем я горжусь. Сам великий Боднер. Садовод номер один из любителей в Сибири. На всю Сибирь. Он у нас один такой. Представьте себе черешню высотой 15 метров. И у меня есть фотография, где диаметр, диаметр спиленного им замечательного дерева, абсолютно здорового, равен почти метру. Вот так вот. Почему я это вам рассказываю? Потому что его черешни, вот это поколение, которое вы видите, это гибридное. Тут поучаствовали разные сорта. Вы знаете, как я полушутя иронично говорю. Я говорю, так, что мы имеем? Мы имеем. Ну, поставь тогда. Неудобно держать на шее. Сними, поставь. Пусть тут стоит. Только не урони. Вот так поставь и собирай. Вот так. Ну, ты парочку собрал немножко недоспелых. Ну, ничего. Народ нас простит. Вот. И так, значит, собираю черешню не всю подряд, а выборочно. Вот. С таким условием, чтобы вы что-то успеть вам рассказать. Я рассказываю еще раз. Удивительный садовод. Черешни второе и третье поколения гибридные. Вот. Выращены были когда-то из семечек, из этих самых магазинных черешин. Вот. И то, что вы видите, вот это вот, то, что я собираю, они уже не чисто красные. Тут поучаствовали другие сорта. Сейчас, Тимош. Так. Вот так. Вот. Вот. И что интересно, вот этот четырехлетний юноша, он работает со мной всегда наравне. Мало того, он у меня отбирает работу. Представляете? Он мне много чего не дает делать. Вот. И хорошо, что у нас в России нет закона о детской лени, о том, что детям запрещается работать. Очень здорово, что нет такого закона. Очень здорово. Деда, подними камер. Ну, подними. Все, Тимоша, я сейчас прощаюсь с нашими зрителями. Почему? Придется мне вставать на лавочку. Самая. Смак вон там. Вот так вот. Деда, подними камер. Пока все. Подними. Тимош, скажи это зрителям пока. Скажи, скоро вырасту. Скажи. Пока, дети. Я сказал, что. Все, пока. Так, посмотрим. У нас новый оператор. Все, больше не жми. Не жми больше. Не жми. Нет, нет, смотри. Съемка идет. У нас новый оператор. Отнял у меня фотоаппарат. Устроена видеокамера. И теперь дед позирует. Меня показывает. Вот это показывает. Вот. Ну, и еще раз вернемся. Ребенок от меня задал около 200 вопросов. Почему? Я ответил на все. Оставил меня в покое. И я заканчиваю сбор черешни именно с этого дерева. Вот видите, как я успеваю. Вот я вынужден. Нет бы еще бы. Вот еще бы немножечко поросло. Это я не снимаю. Вот. Я просто вынужден вам сказать, что съемка делается преждевременно. Вот еще не все собрал. Буду ждать, пока доспеется. Соревнования. Кто раньше? Птица или я. Но спешить нельзя. Вот эти вот собирать нельзя. Потому что они не доспели. И косточки, которые вышли, будут неполноценны. Видите, вот сколько там осталось. Зеленый еще плохо видно. И делаю акцент. Ради бога. Это не другие. Не вяжите от радости, что уже лежат в больные деревья. Видите? Вот. И вот. Это вишня. Это черешня. Между ними яма. В этой яме сжигается мусор. Вот. И мой помощник дожигался. Что подпалил вот эти деревья. Вот это. А вот это вообще спалил. Видите? Вот. Все согласны? Хорошо видно. Видно обуглившиеся доски. Вот. Не ловите на славу. У меня больных деревьев не бывает вообще. Вот. Даже те, которые от старости умирают. Вроде вот этой 30-летней. Опять. О, господи. Опять эта степная вишня. Когда же это интересно, у нее предел наступит. Один год только дал всего два ведра. А так 5, 6, 7. А это не полный урожай. То есть на самом деле больше дает. Но это к слову. Потом мы к ней вернемся. Она тоже представляет собой ценность. Вот. Я хочу сказать, что если деревья жалеть. Вот. Жалеть. А вот к ней секатором я не подходил. Да, меня буквально давили. Валерий Константинович. Нужны сиренки. Есть пару деревьев. Кажется, что вузбрянское розовое я резал. Вот. А эту не резал. Почему? Потому что должны быть. Ну как? Потом погибнут. А скажут, да все это туфта, что железово говорил. Вот дерево абсолютно здоровое. Я ему штамп не делал. Здесь было совсем другое дерево. От него остался чистый пень. Вон он гниет вместе с этим. Вот видите, там гриб поселился. Вот. Ну что делать? Это черешня. Она пережила 40 градусов, как замерзла поронь снега. Потом дала вон ту ветку. Эта ветка превратилась в прекрасное дерево. А вот естественно я не спешил ее вырубать. Слава Богу, что вот эта почка, которая стала вот этим прекрасным деревом, родилась выше прививки. То есть родилась и развилась. Вот так. Значит, вот эту тему черешу почти закончил. Еще расскажу. Мои деревья не болеют. На моих деревьях очень редко бывают дырки. Потому что защита мощнейшая из этих самых. Из муравьиных крепостей. Я ее так называю. Не муравейник, а муравьиная крепость. Защита. Вот. Пожалуйста. Видите? Вот. Видите? Здесь будет тоже прекрасный урожай. Ну как я вам обрадую. А съемка заканчивается. А потом придет время, и я буду угощать гостей вот этими желтыми черешнями. Вот так вот. Подвел показать, что не болеют пока тема черешни вообще.